Пионеры-герои Кубани. В период временной оккупации Кубани гитлеровские захватчики встретили массовое сопротивление всего населения, вылившееся в широкий размах партизанской и подпольной борьбы. И в этой борьбе сумели найти свое место пионеры. На защиту родину поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руководило ими в ту грозную пору? Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам? Наверное, все вместе. Тысячи, десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы. Юные герои писали замечательные беспримерные страницы в летопись боевой славы. Они совершили истинный подвиг, и мы не можем не вспомнить имена юных патриотов. Лены, Володе, Сереже и Коле мирно учились в родной своей школе, в тихих уютных кубанских саницах, там, где в колодцах вода серебрится, там, где поют соловьи на рассвете. Жили спокойно и счастливо дети. Строили планы, влюблялись беспечно. Жизнь им казалась такой бесконечной. Но прогремели железные грозы, с неба упали свинцовые слезы. Горько устала в колодцах вода, черною тучей нависла беда. Враз потемнели и сгорбились хаты. Папки и братья подались солдаты. Все изменилось в станице родной, даже цветы вдруг запахли войной. Страшно и устала вокруг тишина. Кончилось детство, настала война. С фронтов похоронки летели, как птицы. Враги подступали к родимой станице. На фронт нас не взяли, не вышли годами. Так будем мы дома бороться с врагами.